Мужской понедельник Мы будем обсуждать В том числе и с вами слушатели Очень большое желание обсудить Недавние заявления областных властей О том, что нужно лишь подождать 5 лет И мы заживем прекрасно Все в курсе этого заявления, да, надеюсь 5 лет, и кроме того, нужно изменить еще свое сознание Сознание, мировоззрение Нужно лучше относиться к происходящим вещам Радоваться даже любимым молочам И вот тогда все будет хорошо Во втором части поговорим Такая психологическая будет программа Все будет хорошо В первом части у нас Мужской коллектив Собрался здесь в нашей студии Представляем наших гостей Евгений Душкин Директор Кировской ДЮС США номер 5 С 2002 по 2015 годы Евгений Алексеевич, добрый день Добрый день Олег Цаава Многолетний капитан Кировского Динамо Воспитанник трудовых резервов Олег Голевич, добрый день И также с нами Владимир Журавлев Депутат Кировской городской думы Добрый день И тоже человек с большим футбольным опытом Здравствуйте Здравствуйте Уже понятно, что мы будем говорить о футболе Что было уже неоднократно в рамках И мужского понедельника И дневного разворота Повод есть конкретный Вот я смотрю на новость Которая вышла 21 августа 2015 года Это сегодня то есть? Сегодня, то есть ровно два года назад Два года назад на студионе трудовой резервы Был открыт или презентован Презентован новое поле с искусственным покрытием Как сообщается из Голландии Оно было доставлено Искусственным травяным покрытием Искусственным газоном Но насколько я помню Это было все-таки не торжественное открытие Как это называлось по-хитрому? То ли открытая тренировка первая То ли начало сезона Начало учебного года Детская спортивная школа В школе номер пять Ну и к тому же начало учебного года грядет Собственно да В общем-то да С чем будут заходить детишки В этот учебный год Увлекающиеся и профессионально занимающиеся футболом Мы сегодня хотим обсудить То есть как бы тему мы обозначили так Развитие детского футбола в Кирове Как привлечь финансы Потому что сами понимаете Тема всегда больная И как привлечь извините мозги Да и можете участвовать в нашем опросе На сайте эхокирова.ру И на нашей странице ВКонтакте В целом мы вопрос сегодня задаем Не только по детскому футболу А по детскому спорту вообще Как вы думаете Есть ли у нас условия в городе Для успешного занятия? И три варианта ответа Они есть эти условия Их нет этих условий Ну и третий вариант Человек просто не знает Никогда этим вопросом не интересовался Поэтому можно отвечать И на нашем сайте и на странице ВКонтакте На данный момент лидирует вариант ответа Есть все-таки условия Для занятия детским спортом Итак футбол Итак два года прошло С момента открытия Успешно функционирует? Все хорошо? Ребята довольны? Тренеры, преподаватели? Или уже Или что-то пошло не так? Какие претензии уже есть? Евгений Алексеевич Это очень большой вопрос Потому что Простите Давайте напомним Сколько в общей сумме 25 миллионов Давайте в общей сумме я скажу Затраты на этот объект Стадиона Трудового резерва Было потрачено Около 40 миллионов Это начиная с какого периода? Это начиная Ну в 2015 году В 2015 году То есть там же положили Две поляны Да? То есть большую И маленькую Но маленькое низкое поле Я помню еще в 2013 году На тот момент Начальник управления Физкультуры и спорта Светлана Медведева Говорила В 2013 году Анонсировала Появление этого Искусственного покрытия Ну вот все свершилось В 2015 году Да А заранее было просто Письмо Спорткомитета России За подписью Щечкова Чтобы выделить футбольное поле Зампреданное С искусственным травяным покрытием Детско-спортивной школе номер 5 Оно пролежало год На складе А затем сделали подготовку Когда город выделил 27 миллионов Вот на укладку Это футбольное поле С заменой Старой Ливневой канализации Которая топила Город Из-за того Что она не справлялась С водотоком Вот Топило поле В смысле Да Там практически был затор Там овраг Овраг Водоотведение нужно было Двери перенаж Нужно Чтобы вода не заставила Ливневая канализация Проходила По центру футбольного поля Мы ее перенесли Ближе К Трифоновому монастырю То есть она По сути дела Уже Не влияла На качество Футбольного поля Если мы его положим Вот Затраты были На ливневую канализацию Восемь с половиной миллионов Это провели мы В четырнадцатом году С первого декабря По двадцать пятого декабря При Работе Гордором строя С утра до вечера То есть днем и ночью И Триста двадцать девять метров Двадцать сантиметров Было удачно проложено И принято Значит В эксплуатацию Вот это очень Серьезная работа Была Гордором строя Которые провели Качественную работу И Нареканий По этому поводу нет Ну а затем Надо было уложить Как футбольное поле С искусственным покрытием Травяным покрытием Которое выделил Спорткомитет России И также Поле Подождите Российский футбольный союз Анонсировался Я следующее И второе поле Сорок на двадцать Которое выделил Российский футбольный союз Две поляны Две поляны С искусственным покрытием Вот Так что Все удачно Сделали И Мы это Провели Работы С середины июня До Первого августа То есть Тоже принял Работы Поле Верхнее 110 на 70 Укладывала Известная фирма Бомарт Которое Которое Если так Для информации Они укладывали Поле в Лужниках В Сокольниках Новый стадион Санкт-Петербурге Они тоже это делали То есть Сомнений в квалификации Данной компании Нету Вот Пришлось Открытие Открытие У нас прошло Прекрасно С музыкальным Сопровождением С приездом Представителей Российского футбольного союза И генеральным директором Общества Бомарт Тогда еще Мутко Приглашали Да Но Виталий Леонтьевич Не смог Мутко Очень порядочно поступил Сослался на то Что он сейчас Уходит в отпуск В связи с тем Что он будет избираться Президента Российского футбольного союза А что у нас Кировские власти Это как Ну Кировских властей По сути дела Не было По какой причине Мне неизвестно Но Они были приглашены Ну там На этапе подготовки И укладки Я помню Глава города На тот момент Быков Приезжал И осматривал Давал свою оценку И представители Облправительства Там были Тогда было ощущение Что они следят Они как-то Сочувствовали Во время Во время Строительства Этих футбольных полей Я руководство Город и области Не видел Не видели Да А вот до Строительства Были рабочие совещения Значит Щерчков и Быков проводили Это было Да А то что во время Укладки Это не было Я думаю Знаете Владимир Я заметил Такую тенденцию Когда Все хорошо Когда Есть чем Похвастаться Они спокойно Едут Вот я знаю Особенно глава города Наш Владимир Васильевич Быков Не зря уже называли Свадебным генералом По этой причине Потому что Ели с удовольствием Разрезал Когда есть какие-то Вопросы Потому что трудовые Резервы Откровенно Не доделали Мало того Общественности Очень малоизвестен Тот факт Что вот Евгений Алексеевич В принципе То что Стадион Остался И он развивается Это Заслуга Полностью Евгения Алексеевича То есть Понятно что Там город Вкладывал деньги Правительство Принимало решения Вы знаете Вот любой проект Несмотря на то Что уже Евгений Алексеевич Не руководит Нет Сейчас да Но на тот момент Он руководил На момент Вот когда Укладывалось поле Оно выбивалось Там Деньги выбивались Для укладки И так далее Это точка Знаете В любом проекте Точка роста Это конкретный человек Вот Евгений Алексеевич Однозначно Заслуга То что Стадион Существует Как футбольное поле Как спортивный бег Это слуга его Он пинал там Олега Галиевича Как меня Как депутата Постоянно И вот Пинал фигурально выражается Да фигурально В хорошем смысле Он в принципе Может буквально Это сделать у него Тоже опыт есть Да удар отработан Конечно И мы как мячики летали Но мы понимали Что этот стадион Имеет историческую И кто Вот понимает Сам стадион Он По многим условиям Очень хороший Для проведения Каких-то спортивных мереней Он находится во враге Но там есть Может быть Ливневка проблема Уютный Комфортный Я знаю Что там не только Например футбол выгоден А в свое время Там Канькобежный спорт Был Лучшая школа Вода чистая Да 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 Такой Удобный расплавный Такой естественный Стадион во враге И поэтому Он был недоделан Там было много претензий Мы собирались Там на встрече С городскими властями Еще предъявить Что ребят Давайте делать дальше Дальше вот это Это нужно вот это Там Было ряд моментов По коммуналке По прокладке труб Но вот Когда вопрос Они Вот у городской власти У нынешней городской власти Есть вот такое знаете Желание Отойти от проблем А где все хорошо Все нормально Не судовые Сами едут режут Вот У меня претензии К нынешней власти Знаете Вот это качество Непрофессионализма Понимаете Ты не бойся проблем Ты иди в самую гущу Закон любого спортсмена Например Идти в самую гущу И бороться Понимаешь Что если ты не будешь Профессионалом Если ты будешь Уклоняться от борьбы А вот нынешняя власть Главный Непрофессионализм Ну это Как знаете Наших хокистов иногда Обвиняли Может это не профессионализм Это может боязнь Чего-то Ответственность Что это такое Ты тогда не иди Главой города Извини меня Если ты боишься Трусишь всего Боишься общаться с людьми Боишься ответственности Боишься острых вопросов Ведь Она ведь Я знаю Проблемы Например И к вам В студию Многие чиновники Сегодня многие чиновники И руководители Областного правительства Вот пример Мы пригласили На городскую думу Хотя Отвлекайтесь Но недолго Владимир Стадиону Исполняющего обязанности Васильева У него ведь или нет времени С депутатами Извините меня Вы что город Игорь Владимирович Хочу обратиться к вам Вы игнорируете Граждан города Они нас избрали Мы вас хотим Выслушать Может быть и не против Что вы были Вы губернатор Но извините меня Вы можете К депутатам прийти Нет Так Это взгляд на вещи Владимира Журавлева Депутата Я просто Вы знаете Я извиняюсь За такой Извиняюсь За острый вопрос Но Вот как бы Это является причиной Руководители Боятся Соприкасаться С людьми И соответственно Они не будут принимать Нормально эффективные решения Потому что они не профессионалы В многих сферах Владимир Журавлев Сейчас небольшая пауза У нас по традиции Будет Скоро вернемся О детском футболе Сегодня мы повели Речь В мужском понедельнике С нами в студии Евгений Душкин Владимир Журавлев И Олег Цаава Вот сосредоточились Мы на стадионе Трудовые резервы Два года уже прошло С момента появления Искусственного покрытия Искусственного газона Там Что же изменилось За эти годы Но еще возвращаемся Собственно В начало Немножко к истории Олег хотел нести Небольшую ясность Мы упустили Такой момент Что Земельный участок Под стадионом Так называемым Трудовые резервы Не принадлежал городу Он принадлежал Там частной Какой ОООшке Название Пермской Много у нас эфиров Было И вот Как раз Позиция Евгения Алексеевича Я знаю Что даже там Буквально там Звучали угрозы В его адрес Потому что Земельный участок В центре города Ну он дорого стоит Ну как В историческом Понятно Локомый кусочек И позиция Евгения Алексеевича Что он не Отошел Он не В сторону не ушел Он шел до конца Я даже скажу Что я договорился С охранным агентством Чтобы ему Охрану предоставляли Потому что были Определенные угрозы То есть Телохранитель у вас был Евгений Алексеевич такой Да И Евгений Алексеевич Вот через суды В рамках Законодательства Законодательного поля Добился того Что Земельный участок Стал городским И потом После этого Мы Ну то есть Город Начал строить Там Собственно После этого И можно стало Сделать Конечно Частный земля Что у нас сейчас Но к сведению Я могу сказать Что я уточню немножко Значит было принято 33 решения В арбитражных судах Различные Станции Различных уровней Да Различных уровней Значит Это Естественно 33 умножим на 5-6 заседаний То есть Вот в течение 15 лет Пришлось Добиваться Что Не 15 лет Последних лет Ну последних лет Вот Пришлось добиваться Чтобы Да Работа была Очень тяжелая И кстати Затраты Что по Судебным Всем Заседаниям Были Легли на плечи Только Лично меня И моих Друзей Спонсоров Евгений Еще взятки Предлагали Да За то Чтобы Вы перестали Судиться Да Естественно Это Процесс Такой Все-таки 120 миллионов На дороге Не валяются Ну тут Надо Подожди 120 миллионов Это Это сумма участка Стоимость участка Рыночная сумма Кадастр участка 4 гектара Ориентировочно 120 миллионов Так что Тут Наверное Люди Серьезно Работали Но мы Тоже Оказались На высоте Вы оказались Непреклонны Да Но окончательная стадия Когда Знаете Говорят Гражданская позиция И так далее Что все продается В жизни Вот Евгений Алексеевич Старый закваски Идея футбола Его пропаганда И так далее В самые сложные периоды Он в общем-то делал Почему И я всегда ему помогал Потому что Те люди Которые болеют За свое дело Таких очень много Там Дителев Федерации Жилатлетики Там Погудин Греко-римская борьба Это те люди Которые стали Советской закладкой Которые желают Чтобы развивался спорт Бескрысно Итак Два года прошло Да Два года прошло Насколько эффективно Насколько востребовано Мне очень обидно Конечно И грустно Что за два года По уходу За искусственными покрытиями В футбольных полей Ничего не было сделано Не были Не были Проведены Инструкции По уходу За искусственным Травином покрытием Для сведения Так давайте по порядку Тут есть вот искусственное покрытие Есть строгие инструкции По тому как за ним ухаживать Да Есть строгие инструкции Да Я могу кратко сказать Что там Выпрямление ворса Это еженедельно Это не проводилось Что простите Выпрямление Выпрямление ворса который 6 миллиметров высотой. Это, видимо, с помощью специальных механизмов это делается, да? Это процедуры такие. Можно и вручную. Или граблями просто. Можно и граблями тоже. Это когда много народу рабочих. Очистка поверхности еженедельно. Глубокая очистка ежемесячно. Глубокая очистка. Предупреждение распространения стройников. Это ежегодно. Контроль уровня засыпных материалов. Все поле. Это еженедельно. Контроль уровня засыпных материалов. Зона пенальти и угловых. Ежедневно. Уход за штрафной площадью ежедневно. Этого ничего не проводится. За два года? За два года, да. Ни одна из этих процедур? Да. Ничто не делалось? Это должно быть обозначиться в журнале учета работ по уходу за футбольным полем. Этого не проводилось. В итоге сейчас поля пришли, можно сказать, в негодность. Их реставрировать. Его придется привлечь дополнительные финансовые ресурсы. А кто этим должен заниматься? Кто должен был заниматься? Это какая-то отдельная, специально нанятая компания? Либо... Либо силами Дюсша. Либо у них директор Дюсша 5 нынешний. Воронин Сергей. Да. Ответственность лежит на нем. Значит, на стадионе были рабочие. Они должны работать, вот эти работы проводить. В итоге они просто числились, получали зарплату и ничего не делали. Подождите, это сейчас строго серьезное заявление. У вас есть доказательства этого, что рабочие числятся, но ничего не делают? Да, есть открытое уголовное дело следственным управлением Российской Федерации по Кировской области по использованию служебного положения. Да, служебного положения. Это значит Воронин Сергей Михайлович, который оформлял на работу несуществующих работников, получали зарплату, а работы не проводились. Мы сейчас говорим о прошедшем уже, о свершившемся факте, или это продолжается все-таки? Оно следствии... Дело возбуждено. Дело возбуждено, уголовное дело по факту. А затем уже и дальше будут проводиться работы следственные, как, кто, чего, в какой степени кто виноват. И информация, соответствующая в СМИ, уже опубликована. Да, то есть это официальная информация Следственного комитета есть. Ну, на основе вот этой информации я слежу. Но то, что вот поля пришли в негодность, и дети были лишены заниматься в июле месяце, половина августа, в связи еще с такими чрезвычайными предшествиями, как затопление части футбольного поля глиной, грязью. А это с чем связано? Из-за дождей? Из-за дождей. То есть это есть следствие. Причина одна, что благоустройство стадиона Трудовой резервы не было уделено вниманию. То есть он как был в разрушенном состоянии, так и остался 50 лет. Кстати, на следующий год исполняется 50 лет со взрыва на стадионе Трудовой резервы. 25 мая 1968 года. И необходимо провести, конечно, мероприятие по увековечению погибших и тех, кто тушил этот пожар. В данный момент везде молчание. Но об этом мы чуть позже поговорим. Мне кажется, кстати, если говорить о поле, 50 лет со дня этой катастрофы, этого случая, то лучше бы памятник был привести в порядок стадион. Потому что с тех ведь пор он, собственно говоря, в порядок-то и не приведен. У меня было обращение 2 февраля 2015 года на имя Анисимова, начальника управления по физкультуре и спорту администрации города Кирова. А я держу его в руках, Светлана Витальевна Шумайлова. И зам Шумайлова Светланы Витальевны. Привести мероприятие, которое бы привели в порядок территории. Давайте я процедуру. Ответа я до сих пор не получаю. Просим оформить мемориальную зону на месте взрыва по адресу Спасская, 4А. И ответа нет до сих пор. Ответа до сих пор нет. Давайте все-таки вернемся к детскому футболу. Это показывает отношение администрации к нужным вообще не только спорам, но и культурам. Давайте все-таки вернемся еще ненадолго к ребятам. И вот на протяжении этих двух лет это поле, я так понимаю, приходило в негодность. Действительно на нем занимались ведь все равно? Занимались на нем. А сейчас на нем возможно заниматься? Трава легла, можно конечно, воды нет. Трава легла в смысле? Да, легла. Горизонтально? Да, горизонтально. А должна вертикально быть? Потому что, я говорю, нужно песок досыпать, крошку досыпать. Все, чтобы это... Потому что и заниматься нужно, требования очень высокие, нужно только в бутсах заниматься. Потому что если песка, крошки не будет, то это просто продавится покрытие и придет вообще в негодность. А это как влияет? Алексей, знаешь, Владимир, это как можно сравнить? Вот в автомобиле нужно через определенное менять фильтры, масло, оттягивать техобслуживание. Если вы представите, что будет с автомобилем, если этого не делать, он пройдет там может сто тысяч и просто заклинет у него все и сломается. То же самое вот сейчас и ответственность лежит за состояние трудовых резервов, чему передали, когда Евгений Алексеевич вышел на пенсию, передали Воронину Сергею Михайловичу. И вот стадион был приведен в такое состояние благодаря ему. Он там ничего не сделал. Он не делал то, что обязан руководитель при эксплуатации спортивного объекта. Технология. Мало того, он принял людей, вот как видно из материалов уголовного дела, которые должны были рабочих стадионов, которые должны были обслуживать вот это делать. Они получали зарплату, ну и так вот возбуждено уголовное дело. Получается, сейчас проверяется. Но на самом деле работа не проводилась. Это первый момент. Второй момент. Вот если связывать вообще с развитием футбола и детского, и профессионального, Сергей Михайлович, мало того, он уселся на пост главы федерации футбола. Кировской области. Да, Кировской области. Был вице-президентом футбольного клуба «Динамо». В результате трудовые резервы в запущенном состоянии. Футбольный клуб «Динамо» вылетел из второй лиги. И само развитие футбола, оно вообще остановилось фактически. Оно потерялось. Проводские это соревнования, но вот тот вариант, когда было старое руководство федерации футбола, старое руководитель «Дюс США-5», старое руководитель футбольного клуба «Динамо», когда какое-то было развитие, оно просто зачахло. Мне непонятно вот эта кадровая позиция, когда один человек, который далек от футбола, я в моем понимании лично его знаю, вел беседы с ним и разговаривал, далекий от футбола, его сразу садится на три стула. Федерация, глава федерации футбола Кировской области, это очень важно, это должен быть авторитетный человек, понимающий в футболе. Или, знаете, ну вот, например, Киселев Васильевич стал бы главой, человек авторитетный. Задача ведь главы федерации – это привлечь вообще любые силы, в том числе и спонсорские силы. Мало того, и почему в футбольном клубе не было ни копейки от спонсоров получено. Например, вот мы предлагали в свое время Олегу Галеевичу ЦАВу, главой федерации, сегодня бы клуб остался во второй лиге. Я помню, что многолетнего тренера, экс-капитана, вернее. Экс-капитана, то есть, понимаете, деньги дают не под каждого человека. А Перескоков Александр Викторовичу заявлял об этом, что есть спонсоры, которые готовы 12 миллионов. Так мы бы 12 миллионов притащили бы, а сегодня город выделял 10 миллионов на футболе клуб. В итоге нужно всего 20 миллионов, и клуб бы сегодня остался во второй лиге. Но меня Александр Викторович Перескоков, я прямо на думе об этом заговорил, он меня даже не услышал. Вы поймите, что вот сегодняшний руководцы, неважно, к какой оно партии относится, вы поймите, это конкретные люди, которые болеют за дело. Вот Киселев был, он болел за дело, понимаете? К ним можно было прийти, решить любой вопрос. Сегодня, знаете, они как будто бы, служба идет, вот кто в армии служил, два года побыстрее бы, служба прошла срочно. Поэтому зачем с таким подходом занимать какие-то должности? Нужно по-честному принять мужской поступок, взять, встать и сказать, ну не могу я командовать балетом, не могу я управлять и руководить городом. Так, подождите, возвращайся к уголу. Хорошо, там уголовное дело возбуждено, компетентные органы разберутся. Ну, на ваш взгляд, вот сейчас можно исправить ситуацию со стадионом трудовые резервы, несмотря на то, что два года ничего не делали, не ухаживали? Сейчас речь-то о чем идет? Все? Другое покрытие нужно? Либо какой-то экстренный мероприятие нужно сейчас? Можно вмешаться? Нужно поставить другого директора. Вот у нас кандидатура есть, он не ангажирован, это просто профессионалы, человек преданный. Это у Андрея Дюсыша 5. Для начала, это Малышева Андрея, который был изначально заместителем у Евгения Алексеевича, он все это время находился рядом, человек, который в курсе всего, там нужно и дальше проводить ремонты, в том числе и по водоотведению, и по подведению теплотрассы. Притом, есть варианты, когда не нужно на городской бюджет накладывать расходы, то есть все бы спонсоры выполнили, меня поражает, когда этого не делают элементарных вещей. Я хочу добавить, я воспитанник троих резервов, с малого детства я там занимался, и помню то состояние футбольного поля, и на сегодняшний день детская школа собирают деньги с родителей, чтобы куда-то поехать. Давайте напомним, сколько пять сотен детей по-прежнему занимаются? Вы как-то приводили эту цифру на 600? Я не к тому немножко, да? Я только в США, нет, просто понять масштабы, сколько сейчас занимаются. У нас был такой Борис Николаевич Уликин, все мы его знаем, да? То есть у него были очень сильные организаторские способности, да? Там не был разговор о деньгах, там был, надо было просто организовать. И вот прогрести поле граблями, да, силами учащихся, а это я считаю, что как бы определенный труд, как бы он дешипплинирует, как бы дает, как бы... Даже воспитательный. Воспитательный, да, воспитательный. Тем более поле, на котором он сам же играет. Конечно. Проблема, потому что мы-то это делали. Помните, там был разговор про ливневку, которая шла посередине поля. Ну, конечно, там травяное поле было, и вот лужи, и мы брали лом, и вот портыкали. И иногда лом... Чтобы вода уходила. Да. И иногда лом, чу, и он улетал туда. Серьезно, да. Вместе с водой. Сразу воронка создавалась и улетал. Ну, в любом случае, мы это все сделали. Подстригали, прибирались. То есть, вместо тренировки сегодня там делаем... Ну, это тоже своего рода тренировкой, да? Конечно. Это тренировка души, головы там всего на свете, да? Этого на сегодняшний день нет. То есть, они там как бы на кого-то все-то рассчитывают. Ну, не будет у детской юморской спортивной школы того финансирования, которое хотелось бы, да? Но это надо просто организовать. Это надо просто это делать. То есть, в принципе, этот вопрос может быть решен. просто своими силами, да? Я думаю, что такие какие-то вот мелочи, там даже из той же, из тех же условий предоставления гарантийных, да, вот по искусственному, можно было это делать своими силами. И ни один бы родитель, не там... Вот сейчас я знаю, что есть недовольство родителей, почему собирают деньги, да? А тут я не думаю, что было бы какого-то недовольства от родителей, когда его ребенка заставили там труда-терапию. Поработал на поляне, ну это отлично. Да, любишь кататься, любишь салочки возить. Ну, вот я бы... Вот для этих целей, потому что техники нет, техник, хотя сейчас можно купить за 600 тысяч, это легко, такую технику за уходом, но пока ее нет. Мне посоветовали общество Бомарт, как сделать, закупить грабли специальные. Все-таки специальные грабли. Да, я же вот как... Понятно, за какими-то граблями-то можно... Грабли специальные, они продаются в магазине, мы пользуемся садом, в огороде, где угодно. Они тоненькие, знаете, такие. Да, они тоненькие такие, они веером-то идут. А, понятно, понятно. Мы закупили десяток граблей этих. Это тогда еще в 15-м году? Да, это при Малышев, когда у меня заместитель был. И вот подсыпать песочек, подсыпать в сухую ясную погоду крошку эту и грабить потихонечку. И когда много участников, как Олег Галеевич сказал, они вот работали, да. Принцип тот же самый. Это поле, ну, 7700 квадратных метров. Ну, если придет человек 30 и нормально, они подросят, другие грабят. И потихонечку все. Но это надо делать ежедневно. Тогда будет поле. Что сейчас можно сделать с этим полем? Естественно, нужно заказать лучшую технику. Пригласить технику специально из Москвы и поле привести в порядок, какой оно должно быть на данный период. На чьи деньги, Евгений Александрович? Небольшие деньги. Кто, на ваш взгляд, должен за это заплатить? Ну, 1100 надо для того, чтобы технику привезти сюда. Я не работу проведу. Городминистрация должна заплатить? Ну, городминистрация. С родителей собрать? Они не заинтересованы в развитии детского и юношеского футбола. Это говорит о том, что в первенстве города Кирова соревнования почти не проводятся. Дети готовятся 11 месяцев. А город проводит соревнования за один месяц. Зимние соревнования, которые считаются подготовкой к футбольному сезону летнему, отменены. Это с помощью Олега Галеевича, Волова Юрия Анатольевича. Мы эти соревнования сделали, играли. В данный момент нет этих соревнований. То есть, детям негде тренироваться. То есть, заинтересованность администрации города в развитии, еще я скажу раз, нет. На словах может быть есть, а на деле? Да, на словах есть. Результатом, что является, сейчас детские команды участвуют в первенстве России. И если мы участвовали раньше, занимали второе, третье, четвертое место в зоне, где сильная зона, где играет Саранск, Нижний Новгород, Казань. А мы сейчас находимся на последнем месте. Мало что на последнем месте. Даже отказались от участия в 2001 год. То есть, в котором 16 лет, это подпитка от команды «Динамо». Ее сейчас нет. А подпитывать-то нечего. А подпитывать-то нечего. То есть, искусственно прервалась одна из подготовка юных футболистов. Нам сейчас надо сделать небольшой перерыв на рекламу. Да, и мы будем выходить уже на финишную прямую в первый час. В «Мужском понедельнике» сегодня у нас вполне мужская тема. Футбол, детский футбол. Евгений Душкин. Я бы даже сказал, самая мужская тема. Евгений Душкин, который на протяжении многих лет возглавлял детскую юношеско-спортивную школу номер 5. Владимир Журавлев, депутат Кировской городской думы. И Олег Цаава, многолетний капитан Кировского «Динамо». Вот вы упомянули фамилию Малышева. Позвольте немножко скепсисом нести. А где уверенность в том, что приход нового человека, он все изменит, как вы утверждаете, Владимир? Вот, смотрите, я еще и преподаватель кафедры экономики и управления. И из теории управления вопрос номер один. Это преемственность власти. Когда вот мы делаем, ну, в общем, человек же смертный сам по себе. То есть у нас есть какой-то ресурс биологический, согласны, да? А вот преемственность, когда человек в течение многих лет вкатывается, например, это один зам или второй зам. И вот в течение многолетней работы директором США Евгения Алексеевича Душкина Андрей Малышев в течение многих лет был его заместителем. То есть, понимаете, он знает технологические вопросы, знает управленческие, знает, чего намечено, знает потребность там футбольного клуба «Динамо», детско-спортивной школы, федерации футбола. Проведение соревнований, эта методика нарабатывалась лет 15, это при Волове еще, да? 15-20, он из той гвардии, он человек подготовлен, и его готовили. Но по какой-то причине, вынырил мне откуда Сергей Михайлович Воронин. Я знаю, по какой причине его назначили туда. Это можно озвучить, да? Пожалуйста. Я знаю, что вот причина называется, вот Слава Владиславовна Медведева, бывший министр спорта Кировской области. Ее сын, который был директором, по-моему, «Факела», дружил с ним. Они, например, ровесники, ему где-то 32 или 33 года. И вот парня ниоткуда взяли и поставили. Мало того, поставили директора ДЮС США 5. Затем, он сам стал вице-президентом футбольного клуба «Динамо», сейчас, по-моему, даже президентом клуб вылетел. И президентом федерации в результате там уговоров, проговоров. Ну вот мы видим результат, сколько можно терпеть. Его надо просто, независимо от возбуждения уголовного дела, его просто нужно снимать. Мое мнение, я перескоков об этом заявлял, его нужно снимать с этой должности и ставить совершенно других людей. Малышева, не надо на все его три должности ставить. Я, например, считаю, его ставить нужно директором ДЮС США 5, на футбольный клуб «Динамо». Возможно, нужен другой человек. И третий человек нужен в федерации футбола. Вот и все. Так все просто получается, Владимир Вячеславович. Я тебе скажу, вы же знаете, Владимир Вячеславович говорил, кадры решают все. Этот лозунг, он, как правило, он действительно вот... Ну вот смотрите, я вам скажу, мы уже говорили в кулуарах. Или президент Путин, или президент Медведев, мы разницу все видим, конечно. Или президент Горбачев, или президент Ельцин. От человека вообще точка развития начинается с конкретной личности, которая станет во главе. Ну и смотри, Владимир, мы говорим, конечно, человек-человек все приятно, но рано или поздно возникает вопрос, что пришел человек, да, у человека прекрасный план, он прекрасно все понимает. А деньги-то где? Деньги-то нужны любому человеку. Мы переходим уже к вопросу финансирования, да, в вашей позиции. Я считаю, что даже когда в день Ельциневича нужно денег немного, всего 100 тысяч. Вы прекрасно понимаете, что... На поле? Да, на поле. Что такое сейчас, да, вытащить вот эти 100 тысяч. Понимаете, что эта история может затянуться на год, там, если, дай бог, вообще она решится. Погодите, Душкин бы нашел 100 тысяч, будучи, он бы нашел через неделю. Человек авторитетный, ему бы дали люди. 10, по 10 тысяч, 10 бы человек нашлось. Вы знаете, футбол ведь, футбол самый популярный вид спорта. Поспорьте со мной. Это самый популярный. Спорт номер один. Номер один по массовости. Может быть, футбольный клуб Динамо у нас не имеет успехов. По доступности, по массовости. Конечно, конечно. И поэтому, людей, которые любят футбол, которые участвуют в соревнованиях, там, кубок мэра, зимний, летний, первенство города, первенство детских спортивных школ. Это целая куча. Сбросится даже, знаете, там, по 500, по 1000 рублей. Евгении Алексеевичу бы дали. Был бы президентом федерации Олег Галевич Цава с его авторитетом, он спокойно находил эти 20 миллионов на футбольный клуб. Ну, почему-то Владимир Васильевич Быков поставил туда Камышева президентом, который в итоге так мы и похоронили это предприятие. Директором США опять был назначен Воронин. Вот и все. Понимаете, кадр решает все. Хочешь завалить дело, поставь кого-нибудь. Научи дурака Богу молиться. Опять же, Евгений Алексеевич, мы не так давно, помните, месяца два назад с вами обсуждали назначение президента футбольного клуба, заместителя губернатора Ольги Куземской. Да, помните, сколько оптимизма было? И вот у него уже нет там. Ну, я скажу, Ольга Куземская действительно специалист, она действительно могла это делать, помочь. Но в итоге она не нашла просто-напросто поддержку городской администрации по финансированию команд. А мы точно-то ведь не знаем, что там она хотела-то. У вас какая-то есть более подробная информация? Ну, давайте я на вопрос передачу сделаю, может присутствовать ее. А дело в том, что я считаю, что она человек спортивный, деловой и пользовалась авторитетом. Она бы помогла команде «Динамо». Но решение, это не ее было личное, чтобы закрыть команду. Ну, в смысле, уйти из профессиональной лиги. Нет, команду закрыла конкретно Оксана Викторовича Перескокова. Вы знаете, вот к этому вопросу, если возвращаться. Представляете, мы во время войны, в 43-м году война идет. Сталинград, нынешний Волгоград только освободили. Кировская «Динамо» слышали, да? Поехала туда, потому что, вы знаете, футбол живет, значит город живет. Вот эта спортивность, то есть люди не просто хлебом единым, хотя было голодное время и все, но люди играли, понимаете. Люди играют, люди поют песни. Как помните, в Сирию выехал наш Гердиев и сыграл, понимаете. Это как бы символ жизни, что жизнь продолжается. А сегодня мы, в 90-е годы нам удалось футбольный клуб «Динамо» поставить. Тогда-то уж трудности были сегодняшними несравнимы. Нужна политическая воля и компетенция в организации. Уверен, что сегодня и клуб «Родина», и «Динамо». Почему у нас, вот я уже говорил, мы говорим уже 7 лет, мы говорим о создании спортивного фонда. Где спонсорами, где у нас «Лукойл» в спонсорах, где у нас «Движение», где у нас «Пятерочка», где «Магнит» в спонсорах. Они бы спокойно могли потащить, есть схемы, когда и бизнесу выгодно, и власти интересно, и спорт живет. Но почему-то власть бездействует. Быкову об этом говорил 5 лет. В одно ухо влетает, в другое вылетает. Схема слова такой подозрительная. Схема, а я могу объяснить. Законная. Нет, законная схема. Таким образом, сегодня спорт, притом не за счет бюджета, вы в курсе, что наш регион, это, наверное, один из последних регионов, где команда «Родина» до недавнего времени 100% финансировалась из бюджета городского, областного и футбольный клуб «Динамо». В Татарстане у них в премьер-лиге играет футбольный клуб «Рубин», был чемпионом «Акбарс», баскетбольный клуб, волейбольный «Зенит», вообще чемпион Европы. Мы победили Кубка Лиги чемпионов по волейболу. Мы берем Пермь, футбольный клуб «Премьер-лиги» играет, хоккейный клуб играет, волейбол, баскетбол. Баскетбольный клуб вообще. То же самое Башкортостан, я вам хочу сказать, там финансирование идет за счет крупных спортивных организаций. Вы смотрите, Лукойл, он пермская компания, он сколько собирает с нас за бензин? Ну немало. Вот 20 копеек или 10 копеек с литра бензина, а так именно в Татарстане, в Башкортостане и в Перми собираются деньги, заключается. Но он ведь добровольно не пойдет. Ребят, так вы сядьте с ним за стол, что у Лукойла нет проблем. А я считаю, что у него сегодня монопольное положение. Давайте, у нас 30 секунд. Все-таки по детскому футболу трудовые резервы. Деньги можно найти, понимаете, притом не из бюджета. По трудовым резервам, вот самый пессимистичный вариант, если ничего вообще не изменится, вот будет как есть. И оптимистичный. Вы к какому больше склоняетесь? Ну, я думаю, стадион трудового резерва как был гордостью нашего города, так и будет. И футбольные поля, конечно, они будут способствовать всегда развитию детско-юрмского футбола. И нужно, естественно, вот как Владимир Веденович заявил, будет руководитель новый. То есть вы согласны с тем, что новый руководитель? Это все по нацелу, все будет хорошо. Олег Веденович. Ну, я считаю, что по трудовым резервам вообще больших-то, в принципе, проблем нет, только надо взяться и там образно так. То есть принять решение, да? Да. Тоже новый руководитель. Да, взять лопату и копать, как бы, вот и все. А не говорить там какие-то там фразы. Надо работать. Поставьте руководителя, который организационными мерами, и он просто спасет статью. Он будет просто проводиться работой. Все это как у кого-то хорошая грядка, а у кого-то все заросло сорняком. Ну, то есть мы верим в то, что придет человек и будет хорошая грядка. Это для Александра Викторовича личная просьба поменять директора ДУШ-5. Надеюсь, мы будем услышаны. Спасибо нашим гостям Евгений Душкин, Владимир Журавлев, Олег ЦАВА. Завершается на этом первый час мужского понедельника. Мы не прощаемся. Вернемся через 20 минут. Вернемся через 20 минут. Вернемся через 20 минут. Продолжение следует...